Всем привет! Сегодня сессури от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дадите свои комментарии, так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина. Пересмотрела ваше видео в YouTube, но на свой вопрос так и не нашла ответа. Такое ощущение, что мой мужчина турок совсем не турок. Если честно, не знаю даже с чего начать. Познакомились мы в интернете, мне 31 и ему 42. У меня есть двое детей от первого брака. Через два месяца общения в интернете, он забрал меня к себе с детьми. У меня в Украине началась война, и он сразу сказал мне, начиная искать возможность, чтобы выехать, так как небо было закрыто, выезжая с детьми. В общем, я уехала к нему. Он сам уже 20 лет как живет в Германии. В течение пяти дней мы уже были у него. Первые два месяца все было супер. Он говорил слова любви, уделял мне и детям внимания. Дети его очень полюбили, а он их. Все финансовые вопросы он, естественно, взял на себя. Все вопросы с документами тоже взял на себя, чтобы я могла законно находиться на территории Германии. Сейчас я остановлюсь, скажу кое-что. Что я здесь уже могу отметить? 20 лет турок, живущий в Германии. Да, он турок, у него какие-то повадки, привычки, питание, взгляды остаются. Но это турок, живущий 20 лет в Германии. Это ассимилировавшийся, с европейскими какими-то взглядами и так далее. Это уже не тот турок, который бы всю свою жизнь жил в Турции. Это изменения на лицо. Это я вам сразу говорю. Не надо от него ожидать что-то прям как настоящего. Это уже не тот турок, который бы жил у себя на родине. Сама атмосфера, обстановка, среда, 20 лет это очень большой срок. Еще у меня вопрос. 42 года, он не женат. Почему? Мне очень интересно. Такой срок, раз бы хотел семью, вас сразу приглашал. Ну, условно, был не против семи детей, всего прочего. Что же тогда он раньше этого не сделал? Очень довольно-таки интересный вопрос. Где он, собственно, 20 лет чем занимался? Давайте продолжим. Потом я дура, с больших букв, так. Дурами себя не называем, себя не ругаем, никогда, ни в письменной, ни в устной форме. Хватит себя ругать, пожалуйста, не надо этого делать. Это говорит о том, что вот даже капслоком слово дура написано, то вы слышали это слово в отношении себя, своего детства, на протяжении своей жизни, и вы знаете, вы учили условно, что вы дура. Но вы не такая, себя так, пожалуйста, не называйте. По-другому не скажешь. Я его приревновала, ему не понравилось, что я ему не доверяю. То есть у него вопрос доверия был, окей. Я извинилась, объяснила, сказала, что он мне очень дорог и боюсь его потерять. В общем, после этого у нас начались скандалы. Вот видите, смотрите, доверие. У вас проблема в том, что он мне очень дорог, я его боюсь потерять. Мне сразу вопрос. Я его приревновала? Без повода? Разве без повода? Добывая от ревности, надо быть, какое-то психическое отклонение иметь, да? Условно, галлюцинации, чтобы, короче говоря, видеть то, чего нет на самом деле. То есть, мне кажется, может быть, какая-то провокация все равно была, просто так с пустого места тоже так не бывает. Начались сильные скандалы. После последнего большого скандала он сказал, что мы больше не будем вместе, что мы пожили, и он понял, что мы не подходим друг к другу. Так как в Украину я вернуться не могу, мы начали мне искать квартиру в Германии. Смотрите, человек вроде бы, знаете, ну, что такое, он сказал по-честному, я вижу, что пожил, посмотрел, мы не подходим друг к другу. Ты им там, условно, делаешь мозг и так далее. Может быть, вы чересчур, да, на него наставили, вы просто не объясняете ситуации каких-то конкретных, очень трудно, догадки только, да, мои. Возможно, из-за вот этого страха потерять его очень сильно и там подобное, я перегибаю, из-за моего страха потерять, я чересчур тревожусь, чересчур нагнетая обстановку, сама начинаю с ним ругаться. Или там его зажимаю в тиски, контролирую и так далее, от чего он пытается вырваться. Но он по-честному сказал, что как бы нет, извините, принимать чужую точку зрения, если он не хочет, там, например, вы не имеете права быть насильной с ним, правильно, он сказал как бы, ну, окей, дальше читаем. Пока длились поиски жилья, я продолжала жить у него, продолжала делать все, как раньше по дому, делала ему завтраки и так далее. Через некоторое время он первый сделал шаг на примирение. Я была очень счастлива, так как люблю его безумно. До встречи с ним я даже не знала, что возможно так сильно любить. Я любовалась им, когда он спит, я любила запах его тела, я просто растворилась в нем. Но отношения уже не те. Он не называет меняшком, он не говорит слова любви. Когда он уезжает в командировку, я ему пишу сообщение. Гюнаидин, Сергей Лим, быстро вы на турецкий, кстати, перешли. Он мне просто отвечает. Гюнаидин, я пишу, что соскучился, а он даже не пишет, я тоже. Если у него все перегорело, нет уже любви ко мне, то зачем мирился тогда, зачем продолжал жить со мной? Или я чего-то не понимаю? Я как-то не выдержала, спросила его об этом. Он мне ответил, что разве мне недостаточно его действий? Почему он должен говорить об этом? Кстати, по поводу ревности. Он вообще меня не ревнует. За все время ни разу не спросил, кто мне пишет. Смотрите, вопрос ревности у вас самой, не у него. Вопрос у вас. Для вас это типа показатель ревности. Это накал некий отношений. Для некоторых, да, люди, ревность это окей. Но когда все гладко и хорошо, не хочется ревновать. Это же вопрос ревности, вопрос неуверенности. Неуверенности также и своей. Возможно, он не ревнует, потому что он не переживает, что у вас кто-то еще может быть. Да, скорее всего, у него под утихли, там, стравь, вся вот эта история. Остал холоден. А почему он с вами дальше остается? Продолжает ему чувство ответственности. Ему с вами удобно, хорошо. Вы закрываете его некоторые потребности. Может, где детям, конечно, мог привыкнуть. 42 года. Турки, в принципе, семейно. Он не хочет вас и обидеть, и так далее. И просто продолжает жить, но без именно чувства любви, влюбленности вот этого всего. Раньше столько всего писал. Говорил даже, когда уже жить начали вместе. Даже во время рабочего дня мог написать просто так. Ашкем, я так сильно тебя люблю. Что-то он как-то быстро вам про любовь и всю эту историю. Я вам скажу. Ну, там, сколько в отношениях года еще нет. Меньше даже, да? По скрипту, ну, к детям отношение не поменялось. Младшую дочь безумно любит, все время целует, обнимает, называет ее милой Ашкем. А я теперь просто Светлана, с которой он только что спит. Перед работой, если я его не поцелую первое, то он так и уйдет, не поцеловав меня. Он действительно для меня и детей был очень, очень много делая. Для меня никто никогда столько не делал, как он. Вот и ответ. Для меня никто никогда не делал, как он. Вот ваша любовь к нему. Закрытие потребностей. Я дура зажралась крупными буквами. Хватит себя ругать. Мне еще хочется ласки, поцелуев, обнимашек, слово приятное, как в первом месте. Да, вы имеете на это право, и ваш запрос абсолютно адекватен, абсолютно нормально, что вы этого хотите. Он просто перестал вам это давать. Буду очень благодарна вам, если вы мне ответите. Чувствия у меня какие-то плохие. Почему-то я теперь во всем вижу, что он меня не любит. Но почему тогда он со мной до сих пор и полностью нас обеспечивает. Это вы сейчас оправдываете эту ситуацию. Я вам расскажу, как есть. Потому что у него, возможно, чувство вины. Он не хочет быть плохим. Ему вас жалко. Условно, отправлять вас некуда. Вы закрываете его какие-то потребности. Поэтому он с вами. Что в этой ситуации можно сделать? Оставлять все, как есть. Здесь нет никакой гарантии, что что-то оттает, изменится. Скорее всего, будет только ухудшаться со временем. И, собственно, нет никаких предпосылок, что раз, типа, все вернулось обратно. Я могу предположить, что у него осталось некое чувство недосказанности, обиды. Вот то, что если началось все действительно, как вы описали, с вашей ревности и, типа, недоверия, вы этим его оттолкнули. Не то, что вы ему, назовем, недоверили из-за ревности. И некие сомнения. И у него все-все-все-все. У него какой-то пунктик в этом плане, значит, есть. Вы можете с ним выйти на откровенные, чистые разговоры и объяснить все, как есть. Как начинать такие разговоры правильно в психологии? Мы сначала говорим о своих чувствах. Я испытываю то-то, то-то, потому что так-то, так-то. Или когда ты делаешь что-то, то-то. То есть, я очень сильно, ты мне очень сильно нравишься, я тебя люблю, ты мне очень важен. Я очень удивлена, что мы с тобой так сблизились, потому что ты для меня такой человек важный. Никто для меня в жизни так никогда ничего не делал так много, как ты. Я, наконец-то, чувствую, то есть мы его хвалим сначала обязательно. Я чувствую, что я нужна, что я любима, настоящая любовь, счастье, там, тра-та-та-та-та, перепечисляйте. Потом, я немножко, возможно, там, если вы считаете себя такой, да, виноватой, чувствую свою вину, что тебя приревновало. Но я хочу, вы должны объяснить, почему вы его приревновали. Потому что я так сильно тебя люблю, что я боюсь тебя потерять. Я очень, там, например, в жизни много теряла людей, расставаться, мне это все очень больно. И поэтому я тебя приревновала. Не потому что я в тебе не уверена и считаю тебя плохим. Вот это, скорее всего, его чувство мучает, что вы его посчитали плохим. Потому что я боюсь тебя потерять, что я не хочу испытывать, там, боль, например. И ты мне очень сильно нужен, ты, короче, там, важный человек, бла-бла-бла. И я чувствую, да, мы помирились, и говорить открыто, я чувствую холодок ко мне. Ты не пишешь, там, столько предъявляйте, все как есть. Ну, и в крики, в форме истерики какой-то. По-доброму, мягко. Сначала мы про любовь, про благодарность, про его важность. А затем о том, что нас волнует. Подготовили почву, смазали медом. Теперь мы говорим мягенько, без наездов каких-то. И объясняем эмоционально, почему нам это важно. Ты мне пишешь меньше ласковых слов или вообще их не произносишь. И я чувствую, что ты меня не любишь, что я тебе не нужна. Я не так значима в твоей жизни. Мне это ранит. Мне от этого больно. Я очень вижу, как мои дети к тебе привыкли. Ты, например, им можешь заменить отца, или ты заменяешь его. Или, там, их отец так к ним не относился, так их не любил, столько тепла не давал, как ты. Понимаете? Просто ругаться, например, выяснять. И говорить, я дура, тупая, я зажралась. Это ты себя обвинить? На что вы сходите? Это очень просто. И очень открыто. Будьте умнее. Используйте схему, как я рассказала. Подмасывайте красиво на полутонах, на полуэмоциях, без воскликов, без наездов, без грубых слов и так далее. Хотя бы проговорите. Это все, что вы можете сейчас сделать в разговоре. Если там есть обида какая-то, она всплывет, он вам об этом все равно скажет. Помолчит, походит сразу или со временем, тем под ним, короче, он выскажется. И этот момент можно пережить, короче, и у вас наладится все, как раньше было. У него некий блок. Если у него очень сильная там какая-то рана личная была до вас еще, мы просто резонировали на это. И он не может через это переступить. И все, короче говоря, да, может остаться, как есть. Ну и на том пока что спасибо, живите так, как есть. Вам все равно некуда возвращаться. Вам остается только поговорить в такой форме, как я вам сказала. Посмотрите, что дальше будет. Больше ничего не остается. Вы ничего не сделаете в этой ситуации. Если человек сказал, я не хочу, мне не надо, но хотя бы выясните, почему назовем так. Расскажите, какие он вам чувствовали, эмоции сейчас дает, как вы на это реагируете. Что он тоже может, что-то у него йогнет. Может быть, если это не окончательное решение. Видите, он на тайку пошел. Я думаю, что там он просто не может некую обиду переступить на вас. У него обида просто. Выясните эту обиду и извините за это. Сделайте так, чтобы обиды у него не было. Вот и все. Но так по рассказам, да, нормальный, адекватный мужик, хороший. Почему он должен быть турком? Он 20 лет прожил в Германии, скажи, он не турок уже, адаптировался. А что турок? Он должен вам в любитом клястой... Господи, наоборот, хорошо, что он не тот турок, который живет в Турции. Вот так вот вам скажу. Как вы его описали, что он для вас сделает идеальным мужчина вообще? Спасибо всем за внимание. Девочки, пишите комментарии, что вы посоветуете, как себя можно героине повести. Если кому-то нужна моя психологическая помощь, консультация психолога в скайпе, то в теме письма, консультация и почта моя в инфобоксе под видео. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки обязательно. Всем пока.